Всем привет! Как вы можете заметить, я решила в связи с тем, что начался Новый год, изменить формат видео. Не знаю, сколько получится у меня и следующее видео снимать в таком формате. Я постараюсь сделать все, чтобы мой канал развивался, радовал вас. Мне очень приятно, что количество моих подписчиков растет. Поэтому, дорогие мои, буду все стараться делать, чтобы вас порадовать как-то. Всех поздравляю еще раз с наступившим Новым годом. Кого еще не поздравляла? Я недавно вернулась из Праги, и у меня отличное просто настроение. И я решила с вами поделиться своими покупочками. Конечно же, я зашла в те магазины, которые хотела. Причем получилось очень интересно. Я совершенно не планировала заходить именно в те, которые я зашла. Так получилось, что я покаталась первый раз на трамвайчике в Праге. И как раз 22-й доехала до того магазина, который, собственно говоря, в планы мои не входил. Вот если бы он так и оставался, не вошедший в мои планы, то никаких покупок я, скорее всего, не совершила. Я зашла в магазин Исифора. Там посмотрела косметику Too Faced. Очень долго думала, стояла, брать ли палетку всеми известному, да, романтичную, да, такую вот розово-серую. Потом подумала, что как бы не буду я на это тратить деньги, я лучше куплю что-то интересное, необычное, бюджетное более, чем палетка Too Faced, потому что стоит она, наверное, в половину моих других, да, палеток. Поэтому я решила ее не брать. Зашла также в магазины еще другие, где была представлена косметика Essence и Catrice. Но когда я нашла магазин My, просто чудесный магазин, я очень рада, что в него попала, потому что там было и Catrice, и Essence, и много других интересных фирм. Еще до поездки в Прагу я купила себе две палетки от Just, у меня была вот такая, если вы помните, которая мне совершенно не понравилась она в итоге, потому что вот эта вот пластиковая крышка, она вся побилась. Притом, когда я ее использовала, начала таскать ее с собой, она побилась, дала трещины, ну, мне не очень нравится. Я купила на замену себе две палеточки, вот таких вот, тоже от Just, тоже всеми известные, но они, мне кажется, что проживут гораздо дольше, чем вот эта вот пластиковая палетка. Переложила во вторую туда теньки свои любимые, вытащила из палеточек их с помощью утюжка. И, собственно говоря, те тени, которые я купила в Праге, все тоже переложила в эту палетку, выняла их из пластиковых контейнеров, потому что мне так гораздо удобнее пользоваться в палетке, нежели искать их, даже иногда и не помнишь, какие у тебя уже тени были, какие есть. А так все на виду, все нравится. И переложила туда и другие тени, помимо тех, которые я купила в Праге, теми, которыми я чаще всего пользуюсь. Ну и давайте тогда я начну свой рассказ о Essence. Купила я три продукта от Essence. Вот такую помадку. Цвета передаются так же на камере, как она и есть. Не знаю, будет ли видно или нет. Она такая, на губах смотрится вообще практически прозрачной. В отлив, она с блесточками, в отлив фиолетовый. То есть она такой у нее переливающийся. И мне она напомнила, у меня есть блеск от Rimmel. Вот такой вот тоже. Вот он тоже на губах бесцветный, переливается в фиолетовый. Вот эта помадка мне его напомнила. Помада так себе. Я ждала все-таки, что у нее будет побольше цвета, нежели... Ну вот, то есть она практически на губах бесцветного цвета. Поэтому, скорее всего, я ее использовать не буду. Хотя, как знает, может и будет, буду использовать. Но увлажнение она практически никакого не дает. Далее, от Essence я приобрела себе наборчик вот такой мини-блесков. Это единственные блески, которые я решила себе купить. Вот. Смотрела, у кого-то есть девочек они были. В цвете. Вот тут прозрачный, с блестками. И вот коричневый такой. Вот ради коричневого, собственно говоря, этот наборчик и покупался. Коричневый, он достаточно очень плотный. Такой блеск нелипкий, приятный на губах. И он больше напоминает такую жидкую, наверное, помаду больше. Вот. И достаточно стойкий, что очень меня порадовало. Решила я именно на этом, на 0,2 цвете остановиться. Потому что был второй еще с розовым блеском. Розовым блеском у меня много, поэтому я решила взять коричневый. Попробовать. Очень хороший наборчик. Мне понравился. Но кроме коричневого, я, скорее всего, другими цветами пользоваться не буду. Без набора. Но с собой в дорогу вот так вот очень удобно взять. Далее купила из Essence себе вот такую вот пудру. Fix Matte. У меня есть пудра тоже рассыпчатая от Just. Она немного такая беловатая. А вот эта пудра обещает быть прозрачной. Много у девочек тоже слышала хороших отзывов на нее. Поэтому решила купить. Но пользоваться я еще не открывала ее. Поэтому не знаю, какая она по качеству. Она запечатанная. Тут еще ничего не снимала. Я думаю, что я еще буду продолжать пока добивать Just свою. Вот, потому что она мне тоже нравится. Очень хорошая пудра. Девочки, если будет возможность, купите, не пожалеете. Это было все, что касается Essence. А теперь Catrice. Catrice я давно хотела попробовать. Очень много было наслышано положительных отзывов у этой марки. И, ну, очень давно хотела попробовать. И попробовав, я влюбилась в эту марку. По крайней мере, в три продукта, которые взяла. Потому что ни один из трех продуктов меня не огорчил. И не расстроил. Первое. Это... Давайте помадку, наверное, покажу. В десятом цвете. Я думаю, что тоже много на нее было обзоров сделано. Потому что именно в интернете я посмотрела свотчи, когда еще до поездки. И решила, что если будет она в наличии, то я обязательно возьму ее именно. Опять же, надписи, да, всем знакомые на помаде. То есть, ну, очень хорошая. За такие небольшие деньги, такое качество. И сам флакончик такой достаточно увесистый такой. Ну, как-то... Как-то приятно очень. Что производитель так позаботился о потребителях. Цвет у нее шикарный. Она у меня сейчас на губах. Не знаю, будет вам видно. Но на губах он практически такой ярко-ярко-золотой. То есть, он здесь немного в коричневый отдает. Он такой коричневато-золотой. Но на губах смотрится очень эффектно. Такой стальной какой-то цвет. Я его сейчас как раз-таки немного сбила вот этим коричневым цветом. Блеском. Вот. Можно розовым сверху покрыть. Тоже очень красиво получается. Я помадой очень довольна. Она очень хорошо увлажняет губы. И того, чего я боялась. Многие девушки писали, что она сушит губы. И очень некрасиво выглядит. С трещинами очень некрасиво выглядит. Но на удивление, на моих, у меня есть такая проблема. Как бы я постоянно делаю скрабы с медом. Все равно постоянно губы лопаются. И помад у меня очень мало по сравнению с блесками. Блесками я пользуюсь гораздо больше. Потому что помады практически все на моих губах смотрятся. Ну вот так вот. Примерно. Вот эта помадка меня очень порадовала. Потому что, может где-то она и подчеркивает трещинки. Но, по крайней мере, она заполняет губы все. То есть нету такими как бы отшалушивающими. Где-то прокрасилась, где-то не прокрасилась. Вот эта помадка, она заполняет трещинки. Может быть, да, по цвету она немножко выделяет трещины. Но, по крайней мере, наносится одинаково хорошо и ровно ложится. Поэтому очень советую всем попробовать, кто еще не пробовал помадки от Catrice. Дальше. Дальше покажу вам палетку от Catrice. Всем ей известную. Вот так вот выглядит. Я ставлю, скорее всего, картинку на нее в оттенке 0,60. Потому что в связи с фоном один цвет, как вы можете видеть, здесь пропадает. Что могу сказать о палетке? Палетка достаточно хорошая. Цвета очень насыщенные, яркие. Я делала макияж с тремя оттенками. Не использую фиолетовый. Использовала вот три цвета. Мне очень понравилось. Делала на Новый год макияж. Как-то я в последнее время повернулась на зеленом цвете. Немножко. Потому что в этот раз я купила достаточно много. Большое количество зеленых теней. Может это связано с тем, что елочка, все дела. Не знаю. Ну вот делала на Новый год макияж. Мне очень понравилось. Палетка цвета пигментированные, насыщенные. Держится хорошо. И в связи с тем, что пока говорим о тенях, я быстренько покажу штучку, от которой я просто без ума. Это вот такая вот акварелька. Я уже 300 раз пыталась снять видео об акварели от Ателье, которое мне очень понравилось. Эти видео не вошли. Ни одно я не выложила на ютюбе. Потому что считала, что там покупок было вообще не... В основном там не было вообще непонятно о чем. Поэтому решила не выкладывать. Это покупка еще с выставки Интершарм, которую я просто довольна, безумно довольна, что купила. Сейчас я ее до конца распробовала и поняла, что это просто дастиш-фантастиш. Это... Я ее использую как базу сейчас для теней. Потому что идеальную базу, которая бы мне подошла без приподриваний, как я уже говорила, уже снимала отдельное видео про базу, про базу, я не нашла. Вот эта штучка незаменимый помощник, на самом деле, чтобы сделать стойкий макияж, который будет держаться весь день. И потом еще и ночью будет держаться, если вдруг дискотеки какие-то у вас, да... То есть, ну, очень хорошая штучка. То есть, я наношу ее. Она, во-первых, подчеркивает яркие цвета. Это всякие желтые, зеленые, фиолетовые. То есть, очень красиво смотрится. И она очень хорошо добавляет стойкость теням. Вот. Я не могу сказать, что с акварелью тени тушуются хуже. Я с такой проблемой, как бы, ну, не сталкивалась. У меня, как бы, в принципе, одинаково, что с акварелью, что без аквареля, что на базу просто наносить. Поэтому у меня не было проблем с ее использованием еще с самого начала, когда многие писали, что к ней надо приноровиться. Самое главное, хорошо просушивать кисточку. То есть, кисточка должна быть еле-еле влажная. Такая, чуть-чуть влажная, буквально. И тогда у вас все получится. Вот. Ну, и я еще поверх акварели наношу пудру. Но это так уже, вот эту аджаст, это так, чтобы уже наверняка держалась. Хотя и без пудры она держит замечательные тени. Советую акварельку. Вот. От Ателье. Насчет Катрис. Так вот, вот эту палеточку я, новогодний макияж, когда делала, использовала тоже акварельку. Теперь в каждой макияже я делаю с помощью акварельки. Далее. Поэтому, кстати, практически всеми тенями я сейчас, в принципе, довольна. Катрис я приобрела в фотофиниш. Фотофиниш. Это тональный крем. Я давно не пользовалась тональными кремами. Пользовалась BB-кремом. Наверное, уже год или полтора я не пользовалась тональными кремами вообще. Пользовалась BB-кремом от Миши. Но так случилось, что мне попалась вот эта штучка. Я увидела у Вики. Она делала обзор на эту тональную основу. Говорила, что она достаточно неплохая за небольшое количество денег. Небольшое количество денег, да, которое она стоит. Она достаточно хорошая. И действительно, тональная основа выглядит очень хорошо. Она освежает лицо. Я попала с оттенком. Слава Богу. У меня оттенок 0,10. Сент-беш. Пробников именно на этот цвет в магазине не было. Поэтому я просто брала наугад. Самый светлый. Но постаралась взять, чтобы он был не оранжеватый такой, а немного сероватый, что ли. Серовато, да, бежевый такой вот. Чтобы побольше скрывал он покраснение. Мои. Тональным средством я очень довольна. Он не вызывает вот в Т-зоне у меня немного суховатая кожа. И у меня постоянное шелушение на лбу возникает. И вот биби-крем справлялся с этой задачей. И вот эта тональная основа справляется. Это было все, что касается Катрис. Ну, раз мы заговорили о тональной основе, я еще одну приобрела тональную основу. На пробу взяла, которая мне не совсем понравилась. Она мне вот. Дермакол. Это новинка в этой фирме. Она светлее, чем Катрис. Снаппы сказала, что она плохо ложится, наверное, так. То есть она забивается в складочки. Она не очень красиво смотрится. Я, может, ее буду мешать с какой-то другой тональной основой. Может быть, потемнее просто. То есть темной с какой-нибудь буду мешать эту. Поэтому в хозяйстве все равно пригодится. Это новинка. Здесь идет тональная основа и корректор. Вот корректором я с удовольствием буду пользоваться. Корректор сам по себе плотный, легко набирается. То есть... Да, он светлее Катрис. И, собственно говоря, поэтому я сейчас пользуюсь Катрис и корректором вот этим вот. Тут, кстати, еще зеркальце есть. То есть в плане дизайна продумано очень хорошо. То есть есть и тональное средство, и корректор, и зеркальце. То есть и в дорогу можно удобно брать, и небольшая упаковка. Но по качеству мне не особо понравилась тональная основа. Мисс Потти. Две вот таких вот палетки тенюшек маленьких, небольших. В оттенке 216 и 219. Выглядят они вот так вот. Вот эти две теньки. То есть это розовый с черным и голубой с синим таким. Тени хорошие. Пигментация хорошая у них. Сейчас сделаю сводчи. Вот так вот выглядят сводчи теней. Я делала макияж с розовым и с черным вот таким вот. Мне не понравились они. Мне не понравилось просто как смотрится немного так воспаленные. Мне сами цвета не понравились. Если честно. Тени сделаны они в Китае, а сама фирма Парижская. Тени, ну, такие. Среднячок. Купила еще тени. Вот этой марки. Не буду портить название. Это уже пражская фирма. Сделала мне эти тени в Праге. А тени я не пользовалась, не делала макияж, поэтому ничего не могу сказать, как выглядят на глазах. Вот эти тени. То есть двоечка теней. Розово-синие. Но по их сводчам они недостаточно пигментированные. Пигментированные, матовые. Но розовые очень, очень даже ничего, пигментация. У синеньких, синенькие, я так думаю, что с ними придется повозиться. Розовенькие, они перламутровые. И они, пигментация вообще, они такие по качеству, даже шелковые такие мне очень понравились. Но сочетание цветов мне понравилось, поэтому я решила взять. Они стоили, у них, по-моему, даже скидка была, что ли. Ну, в общем, какие-то копейки, поэтому я и взяла их. Митика Випера. Польская фирма. От Випера я приобрела себе вот такой вот бронзер. Рассыпчатый. Если честно, то в коробочке он выглядит более такой коричневый. На коже, когда... Причем при искусственном освещении он тоже выглядел коричневый. Но при естественном освещении он все-таки отдает в рыжину то, что мне не очень нравится в нем. Вот. И еще то, что мне не нравится, у него запах жутко парфюмированный, такой эдакий дешевый косметики. Вот. Это то, что мне не нравится. Вот. Пуховку я сразу вытащила. Вот такая вот розовенькая пуховка была. Я ее выкину после того, как сниму это видео. Не знаю, буду ли я им пользоваться. Посмотрим. А. Забыла еще сказать, что мне не нравится в бронзере в этом. Если я его буду использовать летом, то тут останавливают меня блестки. То есть пудра, она мерцающая. Это вот рассыпчатая бронзирующая пудра. Она с блесточками. Поэтому летом тоже как бы вопрос, буду ли я пользоваться. Вот в таком вот цвете. Помада хорошая, увлажняющая, неплохо смотрится на губах. Цвет, я, скорее всего, ее просто буду не так часто пользоваться. А так, помадка неплохая. И запах у нее, кстати, в отличие от бронзера, достаточно неплохой. На теньке покажу вам вот такие вот коробочки. Четыре штучки выбрала, четыре оттенка себе купила. Зеркальце вот такое вот. Очень приятно, что есть в таких вот маленьких тенюшках. Зеркальце достаточно большое, да. То есть как бы для таких вот теней я очень редко, когда вижу зеркальцами. Кстати, надпись есть и на русском. То есть где-то, скорее всего, продаются эти тени и у нас в России. Не знаю, может быть, в Калининграде. Без понятия, да, потому что польская фирма. Но, наверное, где-то продаются тени. Во-первых, упаковка. Упаковка мне не совсем понравилась, потому что одни из теней у меня вот в этом месте сломалось. То есть само зеркало отломалось. Крышечка. Поэтому упаковка достаточно такая дешевая. Ну, и не очень качественная. Да, и качество теней особо меня не порадовало, если честно. Я взяла себе фиолетовый 98 номер. Такой немного свекольный цвет 99. И вот такой вот зеленовато-голубой пстой. И красный 91. Подумала, что мне такого нету, почему бы не взять. Пришла когда в отель, когда стала все рассматривать, думаю, боже мой, зачем я взяла этот красный. Но в итоге он мне пригодился. Сегодня сделала макияж именно с этим цветом. Я не могу сказать, что тени по качеству хорошие. Они яркие. То есть с одного раза достаточно очень красивый получается цвет. Но качество у них они... То есть и наносит пигментация у них очень хорошая. Мне не нравится, они неоднородно ложатся. Во-первых, это раз. Они крошатся, это два. И осыпаются, это три. Вот это чем мне нравится. Но зато набираются достаточно хорошо. И цвет у них с первого раза получается хороший. Это что касается теней. Запах... Ну, немного есть такой запах парфюмированный. Но не такой сильный, как, допустим, у пудры. У пудры гораздо сильнее запах. А у теней, в принципе, смириться можно. Если как бы, да, брать в виду, какие красивые оттенки, в принципе, да. Необычные. Редко такие встретишь, где у какой фирмы. Далее я приобрела себе вот такой вот бронзер от Ума. Это пудра для контурирования. Вот. Цвет мне понравился. Он мне дает вружину. И такой достаточно кофейный. Ну, в общем, то, что я люблю. Поэтому решила взять. В последние покупки я взяла себе три палеточки от Флормар. Чем несказанно довольна. Качество меня очень-очень-очень порадовало. Наравне с практически тенями. Семь известные палетки. Фиолетовая 43-я. Взяла, потому что фиолетовый цвет. Вы как знаете, как знаете, что я очень люблю. И две палетки взяла. Одна бестселлер. Это оранжево-зеленая, да, коричневая такая. И с зелеными оттенками. Очень понравилась и зеленая, и оранжевая. Фиолетовую использовала в складку один раз. Вот этот вот цвет. Темный фиолетовый. И белый подсвечивала. Белый, кстати, очень хороший цвет. По сравнению с белым, который в зеленой, он более пигментирован, чем в зеленой палетке. Очень-очень здорово смотрится. Мне очень понравилось, как вот выглядят оранжевые, да. И зеленые тоже красиво получаются. В общем, очень хорошие тени. Советую присмотреться. Свочи, наверное, вставлять не буду, потому что тени достаточно известны. У многих, у кого ревью есть на эти палетки. И, скорее всего, тоже фотографии делать не буду. Хотя знаю, что вот эти вот цвета тоже будут прозрачные зеленые. И есть два зеленых. С оранжевой. Вблизи можно посмотреть глаза, как накрашены. Да, на минуте 0,9. Там видно вот как раз-таки оранжевый цвет, немного зеленоватый. Подруга сказала, что макияж называется закат. Она его так окрестила, когда у меня увидела глаза, как накрашены. И в связи с этим у меня сразу родилась идея, а почему бы мне действительно не сделать макияж, похожий на закат, и добавить красного цвета. И вот сегодня я сделала макияж с красным цветом фирмы Випера. То, что я вам показала. Ну и последнее, то, что я вам покажу, это от Флормар, бронзер и румяна. Тоже достаточно известная. Это 115-я П, палетка 115. Очень деликатное такое свечение дает. Есть блески, поэтому тоже пока не знаю, ли я там буду пользоваться или нет. Но вот сейчас я им пользуюсь, и я очень-очень довольна. Это были все мои покупочки из Праги. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение о новом формате видео. Так что пишем комментарии, подписываемся. И вообще, хочу вас поздравить с Рождеством, с чудесным, замечательным праздником. Пожелать вам света, мира, добра, уюта в вашем доме. Пускай все у вас будет замечательно. И хорошего вам настроения в оставшиеся праздничные дни, да и вообще на весь год. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.